здравствуйте меня зовут александр фамилия у меня куриной меня пригласили в эту студию чтобы рассказать о своей коллекции маленьких ложечек наверно начну с того что расскажу как все начиналось что какие цели преследую и что мне до дала моя коллекция началось все лет десять назад купил купили старый гараж и в комоде нашел выкидывал хлам от старого хозяина и в комоде лежала маленькая ложечка кофейная я почему-то не выкинул а положил обратно в комод прошло несколько лет и приехав из анапы я раздавал друзьям подарки и у меня случайно из сумки выпала еще одна маленькая ложечка достаточно интересная кофейная и вот так получилось что сейчас в моей коллекции больше двух тысяч штук чему я даже очень рад как бы заразил я сначала своих родственников друзей каких-то приятелей все дарят мне эти ложечки так немножечко на ложечках самих расскажу получилось так что начали попадаться достаточно очень интересные экземпляры там есть и тысячелетние ложечки и со свастикой и царское серебро достаточно интересная ну я наверно по всем понемножку расскажу то что хочу сказать наверно поблагодарить своего папу наверно он тоже поддержал он очень как-то отнесся к моему этому увлечению заразил и как бы такое у нас уже совместно это с ним хобби получается показываю друзьям людям приятелям как бы даже в шутку меня называют саша ложечкой ну как-то я меня даже немножко это подпитывает коллекция началась собираться постепенно помаленьку и когда их стало уже большое количество мне один раз папа сказал саша что ты зачем ты их собираешь покажи людям и вот так получилось что я решил открыть свой интернет музей долго готовился к этому потому что сама процедура очень нелегкая надо было вы можете включить слайдшоу процедура сама нелегкая на было сфотографировать каждую ложечку описать как она ко мне попала каким образом кто ее подарил там где она была произведена где изготовлена и достаточно интересно меня самому это очень как-то вдохновило я начал рыться где-то искать это все какие-то какой-то литературе в каких-то книжках в информации начал знакомиться с людьми которые коллекционеры у меня сейчас очень большой круг общения именно вот с такими людьми которые увлекаются скажу хочу сказать что есть таки да люди собирают ложечки я знаю на украине дядечка один очень интересный в питере наша коллекция она никак не называется вот это именно само хобби не знаю может придумать стоит название про ложечки про ложечки я говорить могу часами но что-то немножко как-то растерялся с чего именно начать а тысячелетний вот ложечка мне подарил товарищ он сам живет соликамске фамилия у него рудаков борис он нашел и металли металлоискателем была нас вместе с женской подвеской звериный стиль и это 10 9 10 11 век финнового гора это и как бы вот тоже одна из самых старых наверное я с собой принес у меня есть самая маленькая ложечка которая два сантиметра всего 20 она у меня в кошельке два сантиметра ложечки мне тоже подарил ее товарищ он ее принес в нюхательной табакерки и этой ложечки вот люди в быту пользуются она достаточно такая маленькая но она есть на сайте я выложил ее можно посмотреть почитать на табакерка сама не сохранилась из-за того что до такой степени древняя что у нее два борта просто отпала ее пришлось она в труху уже дерево приглотилась превратилась его пришлось выкинуть вот собрал свой интернет музей хотел сделать его для города показать город несколько ходил в культуру в культурный центр показывал сказали что городу не интересен будет мой проект и я как-то так немножко даже расстроился но все равно не перед прекратил его наполнять постоянно наполняю обновляю вот как-то так откуда я их беру вот сейчас последнее время мне их очень много дарят я сказал всем своим друзьям знакомым что я буду называть тем ложечку тем именем кто мне ее подарил и мне их на самом деле очень много везут сейчас же очень модно и модно ездить за границей отдыхать там везде где-то и вот отовсюду мне везут эти ложечки наверное несколько примеров каких-то случаев рассказать не так давно привез товарищ ну как не так давно там полгода назад привез товарищи был в голландии кублю ложечку в публичном доме мы просил и чтоб я его имя не упоминал что она была куплена в таком месте у него двое детей я не стал упоминать его имя так недавно расскажу интересная ситуация произошла написала мне девушка на электронную почту сказала что хочет подарить ложечку я согласился у меня офис находится 8 пятницы я договорился 8 пятницы не встретиться когда спустился в 12 часов стояла красивая девушка и плакала я подошел не обратил на это никакого внимания она сама уже ко мне подошла говорит александр это вы я груда протягивает серебряную ложечку немецкую там красиво так замок сюда красиво сделан и говорит вот хочу вам ее подарить а девушка сама стоит плачет и говорит я хочу подарить вам ее я спросил откуда она она говорит куплена была с мужем свадебном путешествие развернулась и ушла я был в таком замешательстве даже не спросила как ее имя и не просто было как-то неловко девушка стояла реально плакала что еще за ложечки рассказать дом наверно что мне дала вот это моя коллекция вот это мое хобби я такой человек я раньше был заморочен на зарабатывании денег и каких-то у меня особых интересов не было а вот начал собирать эти ложечки у меня появились разносторонние интересы во первых я начал много знакомиться с другими с другими людьми коллекционерами начал общаться начал посещать какие-то культурные массовые мероприятия эти же театры я очень люблю последнее время полюбил театр раньше никогда в них не ходил даже представления не имел что это кое сейчас мне это прямо очень нравится не знаю вот всякие выставки люблю нашу художественную галерею прямо хожу туда регулярно особенного деревянное зодчество она как-то мне очень нравится вот чтобы не дает еще не знаю какое-то удовлетворение наверно все-таки в жизни я очень радуюсь когда мне попадается или дарят там какой-то предмет интересный так что еще можно рассказать ну наверно даже не знаю а истории ложек истории ложек разные на самом деле некоторые так сейчас какую-нибудь такую историю интересно припомню папа папа ну вот истории ложек вот царское серебро да вот есть у меня на сайте я его назвал комодус в честь комода того которого в котором была первая ложечка я пытался описать вот царские ложки кто их производил кем была она сделана мастер гильдии там сколько у него было рабочих под месяц под мастерей достаточно интересно я сам как-то этим увлекся ну конечно работа занимает больше времени сейчас в моей жизни как у меня работа на связано с созданием сайтов как бы мне было проще мы с ребятами правда собирали этот проект вот что сейчас есть от комодус точка ру мы собирали его не торопясь ну в течение года мы его собрали конечно выставлена только лишь малая часть всей коллекции я думаю что я буду пополнять тем более очень много подаренных ложек везут друзья с разных стран я уже повторяюсь и как бы надо их выставлять потому что меня реально скоро мне уже спрашивают почему нету ложек как бы которые подарили тот или иной человек история россии история россии вот кстати по истории россии есть ложечки 17 18 век но найти на них описание практически невозможно вот даже возьмем какие-нибудь латуневые там медные есть у меня на сайте медные ложечки очень интересные там два молота например это я как как я понимаю что это была сначала республика рабочих после семнадцатого года а потом уже добавился серб очень много ложек всякие страны города из мол молотов город такие тоже интересные достаточно помню до пятьдесят третьего года молот у нас город существовал так что еще можно рассказать в энциклопедии ну вот наверно вот расскажу про финно-угорскую ложечку что это было обрядовая на одежде нашивки обрядовые шумовые подвески вот их мы носили для счастья эти ложечки и как бы они на одежде вот для благополучия семьи ложка давала как бы что можно еще никого сказать на самом деле увидеть бы их просто я не вижу их я бы рассказала каждой поддельности наверно расскажу немножко еще о сайте вот с ребятами которые мы собирали интернет музей я очень благодарен как бы потому что мне одному вдохнуть это было бы просто не под силу это занимало очень много времени ну меня подпитывает меня очень подпитывает когда люди пишут отзывы вот мне на сайт мы собирали год сайт этот и вот я его в октябре получается запустил и наверно меня очень подпитывает да когда люди пожелания какие-то пишут благодарности ну на самом деле интересно как бы мне это сумму нравится так скажу историю связанных с ложек на самом деле много очень много дарят как бы вот люди дарят не на день рождения но было пару лет назад не 7 штук их подарили серебряных я очень я ну как бы очень рад мы не всегда рад есть ложечки современные очень интересные в плане того что они сделаны ювелирами очень хорошими красивые там и со своей с гербами с камнями с пробами пытался объяснить показать где какие пробы были сделаны кем были таким заводом но это очень много занимает времени и как бы время у нашего сейчас ограничено современные ложечки ну вот я разделил их царское серебро европейское серебро 800 проба в основном идет 925 925 потому что советское российское серебро очень мне нравятся ложечки из российской из советской серии с мед со зверяками были сделаны ли на олимпиаду 80 но они у меня не все как бы там медвежата попугаи зайчики белочки ну как бы они вся у меня коллекция потом что у меня идет коллекционные ложечки это страны города которых достаточно много там и америке много и всякие разные мексикой дом идут компании компании ну вот компании я еще не все выставил их не так как бы ну как много но я не для них еще не добрался получилось 11 ложек у меня только разных авиакомпаний маленькие чайные ложки авиакомпаний у меня у сестры муж недавно никак недавно не так давно летел африканская авиакомпания одной ему дали нашу ложечку аэрофлот он ее попросил ему ее отдали вот ложечка интересно тоже с к с камнями вообще нравится мне я ее приобрел в анапе долго торговался человек мне не хотел отдавать а был на отдыхе и как-то я так за ней заразился интересно такая ложечка с камушком тоже царское серебро ну все-таки я выпросил его как бы победил как-то его так сказать и очень остался этим доволен 84 проба вот это царское серебро вензеля пробирного мастера кто ее изготавливал но не всегда соответствует ложка году там есть с годами ложки прямо в пробе стоит если мастер я находил мастера который делал ее на 50 лет мы раньше чем потом ее поставил пробу свой пробирный мастер подтвердил что это царское серебро где-то 50 лет она кочевала алюминиевые ложечки достаточно тоже интересны даже попадаются из детской посуды мне они тоже нравится я у племянницу своей даже попросил она не хотела отдавать но потом решила мне отдать маленькие алюминиевые детские детской посуды церковная рубрикой как бы есть церковных очень много ложечек попадается не только наши православные но из других церквей из католические у меня есть знакомые которые живут в испании они мне привозят разные вот церковной ложки из их не именно с католических церквей тоже подпитывает так тоже разные они все старые редкие могут за редкие ложечки финно-угорская вот ложечка написал мне гай викторович один тюменский коллекционер он сам у него свой музей очень такой известный человек вот он не и расшифровал кто ее делал когда ее дело за что ну вот что это финно-угорская культура что она была у нас здесь найдена из-за того что они у них были торговые какие-то пути ну наверное интересно ложки вот эти вот серебряные они подписаны вот морфуша подписаны год на ней стоит но это год нее изготовление этой ложки это уже потом видно делали на подзаказ не все нашел я пробы что пописать по книге лось лосева постникова описывал очень много проб не попадается просто нового издания никакого нету и где добывать эту информацию бывает очень тяжело с ней я сколько пытался все это сделать достаточно интересную ложки на самом деле я никак не мог подумать что они бывают совершенно разные как бы ну в моей коллекции только чайные и меньше ложечки попадаются очень хорошие большие ложки но их же надо где-то все хранить и как бы я стараюсь как бы большие ложки просто не брать вот так вот что еще можно ложках рассказать дом истории масса всяких просто вот так неожиданно внезапно предложили сегодня рассказать о своем интернет-музее не знаю самая старая моя коллекция ложечка чтоб на ней год год стоял это 1850 но ее здесь еще нету я не успел добавить они на данный момент у фотографа в ближайшее время что я думаю что я пополню свою коллекцию ну занимает очень много времени как бы да в принципе не так это трудно выставлять их самое наверное трудно их описывать кем была сделана что на ней что за вензеля это жена все знать я человек достаточно в этом был неопытный сейчас немножко начинаю разбираться как бы и найти в письменном виде описание этого мастера ну это много затрат времени так что можно еще так каким на служить личные истории связаны с историей россии ну вот я рассказывал уже молотове городе как бы с 19 веком там если рассказать о 19 веке очень мало сохранилось информации кем была ложка сделана и где это в письменном виде просит ее не найти люди пишут иногда сами оставляют комментарии у меня там на современном серебре но они в основном все подаренные были уже современное серебро не описывали люди кем она была сделана когда она была сделана каким заводом ну вот как бы я буду очень благодарен наверное если люди которые посмотрят и узнают какого-то мастера там или как сказать или кто ее делал когда ее делал я буду очень благодарен за любую помощь мне оказаны наверное чтоб в информации просто информация чтобы добыть информацию описать это достаточно очень все проблематично не так все просто в интернете в интернете мало очень информации по именно по старым вот этому же девятнадцатому веку там семнадцатому веку там вообще можно сказать ничего нету где-то искать в книгах ну это занимает времени как бы вот мы занимаемся разработкой сайтов до профессионально и столкнулись с тем что иногда фотографии даже вот фотографу которая забираю их же надо еще как сказать их же надо фотошопе обработать чтоб людям было понятно красиво удобно мы постараюсь это как бы постараюсь развивать свой музей лишь бы людям нравилось я когда готовил проект культурное наследие пермского края показывал мне сказали что гражданам города это будет неинтересно не знаю насколько это интересно я сделал голосование туда на данный момент там 125 человек проголосовали что да что им интересно посмотреть почитать думаю что вот попалась ложка немецкая 800 проба это была подарена гитлера резиденция не знаю не помню как называется подарена гитлеру была на его день рождения где-то домик в горах вот на 50 лет что ли ему была подарена это уже я просто на память не помню это надо все почитать это все есть описано на сайте ну еще наверно еще раз повторюсь что мне очень подпитывает когда людям нравится то что то что я столько работ сил вложил в это и что пишут отзывы какие-то говорят что да ты молодец что ты постарался есть историки наши пермские я знаю с которыми лично даже знаком уже вот как с коллекционерами которые оценили какой-то мой вклад какое-то развитие нервы может культуры можно так назвать вот тоже достаточно интересная ложечка на ней крест с полотенцем я пытался найти на нее описание но не смог этого сделать в интернете я нигде не нашел как-то 925 проба она позолочена интересная тоже ложечка с финифтью с двух сторон у нее это эмаль это горячая эмаль с двух сторон очень красиво выглядит кофейная такая достаточно интересная в принципе вот если сказать что какие у меня самые любимые да они у меня все любимые больше двух тысяч штук и как бы есть ложечки которые были подарены как-то или мне пришлось выпрашивать или еще что-то они терялись они не приносили мне никакого результата если я выпрашивал ложку где-то в кафе да мне очень понравилось изначально и мне не хотели давать там я пришлось приходилось и покупать и так далее но они в общей массе терялись также бывали такие ложки которые просто люди не хотели дарить а сами обещали я стараюсь не брать их потому что зачем у людей памяти ложки дарили детям там на первый зуб и много всего кстати у меня на сайте выставлено две ложечки моих племянниц каждый мой папа подарил каждой по ложечке но я не мог их сюда не вставить достаточно очень красивые тоже ну это уже современное серебро вот тоже с горячей эмалью ложечка тоже европейская 925 проба это у нас вроде бы в финляндии насколько я могу сейчас точно сказать история ложек а вот еще на хочу сказать мне на самом деле мне с я сам заразился и я как бы у меня попадались вилочки достаточно интересные прямо реально прикольные вилочки но куда мне вилочки собирать если у меня их ложек уже 2000 штук я уже со счета сбился их просто не считая и вот попадались вилочки я пытался дарить разным друзьям не знаю у кого-то может время не пришло может кого-то я и в последующем заражу этим как бы собиранием коллекционерами может когда-то все-таки не знают кому-нибудь будет это интересно когда собирал сайт у нас есть общество коллекционеров кузнецов он написал мне письмо поддержки написал что да такой стоит музей поддержать как-то помощи оказать и так далее что можно выставить их делать какую-то выставку он мне все предлагал я не готов на самом деле выставлять это займет опять финансовые какие-то затраты я пока не готов к такому декабре была выставка антиквариата на пермской ярмарке сергей филатов предлагал мне разместиться просто совершенно бесплатно свою коллекцию самых интересных ложек ну я честно скажу знаете просто я три дня у них у этого стенда и рассказывать о ложках ну я просто через чисто физически не готов еще три дня просто стоять у него я не продаю ложки я их могу купить ну как то я к ним так отношусь как будто это мои друзья я их очень люблю я их всех обожаю ну есть какие-то особенные которые мне очень нравятся которые нравятся поменьше есть на самом деле куча историй это надо просто вот я сейчас их так много что я ну и наверно всем друзьям скажу ребят я все-таки выставлю ваши ложки которые вы мне подарили недавно тоже интересный случай был написала женщина она одна мне александра я хочу подарить вам ложечку я говорю да спасибо с эмалью маленькую ложечку серебряную я когда хорошо с большим удовольствием приму ее от вас спуститесь на два этажа ниже я говорю как не понял нагретая у вас в здании в офисном здании где мы арендуем помещение под в студию и женщина с ниже с двумя этажами подарила мне ложечку вот тоже надо будет выставить хорошая маленькая ложечка для соли да я как бы вот например есть ложечки да но они мне их просто выкидывать не то что выкидывать я их не готов размещать у меня есть ложки которые прошли войну вот у меня папа я заразил папу когда ложками своими он на центральном рынке внизу есть барахолка такая которую я сам безумно очень люблю посещать и вот ему женщина одна отдала ложечку которой ее отец прошел всю войну она но она она достаточно старая алюминиевая у нее сама чашка аж свет она съедена наполовину из-за того что и сильно мешали и прямо она съедена так интересно прошла всю войну как бы вот такая вот история фамилию я сейчас не припомню вот этого героического человека как бы ну она осталась у меня ложка это сохранится я наверно все таки тоже их выставлю но опять выставлять большие ложки это ну как бы все таки у меня он маленький музей ложек я знаю есть внутри музея ложек ну как бы я не был у них там как бы смотрел у них на сайте но у них в основном там большие ложки деревянных очень много ну тоже наверно будет интересно а еще могу сказать что я сайт свой перевел на англо-британский язык чтоб люди могли смотреть из других стран и достаточно много посещают не скажу что достаточно много английской версии ну посещают пытаясь его как-то продвинуть по определенным запросам ну чтоб люди находили не только мои знакомые кстати сделал даже визитки раздаю друзьям говорю сами посмотрели отдайте кому-нибудь меня это очень подпитывает что людям нравится и как бы я как-то не знаю доволен немножко этим наверное что я не зря кучу работы с такой провел то что вот именно работа показать рассказать какие они есть вот достаточно интересная тоже ложечка это советское серебро позолоченное сделано в прибалтике с эмалью красивая ложечка тоже нравится но их шли серии они такие достаточно интересные три цвета эмали красный синий еще у него какой то есть так ну что наверное хочу поблагодарить наверно всех вот тех людей которые поддержали меня вот в моем начинании которые пишут мне отзывы я на самом деле очень этим людям благодарен пытаюсь отвечать им всем каким-то ну на самом деле это подпитывает то что мои труды не проходят зря как-то так для делаю наверно чтобы показать людям рассказать что вот есть такая вот бытовой такой предмет как ложечка которыми люди пользуются и какая у них бывает история откуда это все пошло как это все начиналось вот наверно так вот показать что с чего эра благодарен то что меня пригласили в эту студию как бы не совсем был готов ну вот уже интересный экземпляр это турецкое серебро с красным деревом тоже интересно достаточно экземпляр но они все интересные просто надо как-то более конечно конкретно к этому было готовиться подходить я спонтанно так пришел как бы сюда не это таиландское серебро низкопробная не знаю был что еще можно сказать это ложечка современная для соли скорее всего используется в нашем сейчас современном мире ложки дарят на на причастие и на первый зуб детям тоже церковная тематика все до свидания спасибо